Вот уже 15 лет представители клуба «Диалог» активно участвуют в организации мероприятий патриотического характера. Во главе угла сохранение памяти о предках, которые оставили свой след благодаря подвигам, которые с первых залпов Великой Отечественной войны до последних ее дней сражались за мирное небо. На нынешней встрече была поднята непростая, но очень важная тема – защита Брестской крепости и герои, мужественно державшие оборону от захватчиков. Неслучайно в гости позвали тех, кто не понаслышке знает о том сложном и неспокойном времени. Мы решили обратить внимание, действительно, как живут наши дети защитников. Защитников всего 5 человек осталось живых, они живут в странах СНГ. Допустим, Кокарева или Четверюхина Валентина Николаевна, она живет в Ленинградской области уже 103 год. Она врач, была в годы начала войны 22 июня, причем была на рабочем посту. И еще таких 4 человека. Среди детей защитников крепости 20 человек. Клуб диалог отзывчив и внимательен к проблемам и просьбам пожилых людей. Активное участие в оказании им помощи принимает молодежь. Подготовки мероприятия тоже проявили себя наравне с представителями Совета ветеранов, школьники и студенты. Готовились, все это проводилось заранее. Мы проводили встречи с ветеранами, с родственниками защитников Брестской крепости, приглашали их, непосредственно обсуждали некоторый материал, который нам необходим для проведения подобного мероприятия. Мероприятие под символичным названием «Память ради мира» и о крепости «Виду бой» было действительно насыщенным. Брестские школьники рассказали о непобедимых духом защитниках крепости, зажгли свечи в памяти героев. Гости мероприятия научены сотрудники мемориала «Брестская крепость-герой», а также его комендант в прошлом Валерий Губаренко вспомнили о нелегком пути создания музейных экспозиций, реставрации объектов исторического уголка, в целом увековечения памяти советских солдат. Помимо этого, у гостей была возможность посмотреть выставку, посвященную данной теме. В таком масштабе мероприятий памяти клуба «Диалог» прошло впервые, но организаторы уверены, инициатива и в будущем будет иметь поддержку. Такие события, как встреча и разговор о том, что было, нужны обязательно, особенно молодому поколению. Да и старшее поколение вспомнит былое и все события оценит по-другому. А такие встречи проводить надо и обязательно нужно проводить.